Марвел Марвел, Марвел, Марвел Вездесущее его присутствие в мире кино только нарастает, как пузырь на биржевом рынке Сотни супергероев, тысячи способностей, миллионы комиксов и миллиарды прибыли И куча сериалов С разной степенью успешности они штурмуют телевидение, заполняя лакуны между выходом больших фильмов на экраны мира Кто-то из них держится всего один сезон, выпадая из обоймы от непопулярности Какие-то шоу отбирают, ставят в программу, другие идут в брак У кого-то жизнь длиннее Теперь их список пополнился еще одним названием Пока еще неизвестными нам на большом экране «Нелюдьми», которых у нас перевели как сверхлюдей Я хотел было поворчать на эту тему, что, мол, опять над мозги напереводили Но потом понял, что по-русски это звучит нехорошо, скверно это звучит, нелюди Рейнце примерно вот в чем В самом фильме вы можете употребить слово, скажем, дерьмо сколько угодно раз, тот же щит Но попробуйте только назвать так фильм В целом, нынешний выпуск отличается только тем, что его засняли в Макс И прокатывают, соответственно, тоже в нем Толку от этого, правда, но не будем забегать Это еще одна история про металюдей, но в отличии от людей Икс, они такими не рождаются А мутируют после целенаправленного контакта с каким-то туманным тиригеном Который раскрывает их скрытый генетический потенциал Не каждый человек может стать сверхчеловеком И не каждый сверхчеловек может повторно взаимодействовать с тиригеном Они, как опять же люди Икс, живут в изоляции По причине того, что люди их не любят и стараются порешить Причем забрались они аж на Луну, в невидимый, но славный град Китиш Что же я говорю? Атилан, конечно Правят ими король черный гром с королевой медузой По совместительству, конечно, самые сильные из всех людей В дальнейшем я допущу несколько спойлеров Во-первых, я уверен, что на это особо никто не пойдет И потом объясню почему Во-вторых, практически все и так уже проспойлерано в трейлерах И в-третьих, нам показывают всего два первых эпизода, которые сквозные То есть в них нет логического конца И чем закончится вся эта история, в конце концов, мы не знаем Так что ничего особенного я вам сейчас не расскажу Должен был предупредить И это сделал Прежде всего, это, ребята, именно что сериал Так что уберите факела и виллы, здесь труба пониже, дым пожиже Видно это по всему По свету, по построению кадров в декорациях По простеньким костюмам массовки И категорическому отсутствию нормальных спецэффектов Любой полнометражный фильм Марвел Даст этому произведению фору Отсюда до луны в графике Поэтому сразу, если кто ходит за обалденной картинкой Тут не тот адрес За весь фильм показано буквально пять спецэффектов Причем они никакие, то есть ни эпика, ни красоты особой Единственная впечатляющая графическая вещь Анимация пса Локджо Но этого как-то маловато для двух серий Да и декорации хромают на обе ноги Скажем, Грата Тилан поражает своей минималистичностью Архитектура очень скупа Деталей нет, все в одном цвете Экономия на всем, очень грустное зрелище Сверхлюди, казалось бы, должны показывать свои способности И поражать ими зрителя, то есть нас Но мало того, что нас уже трудно удивить Так еще и способности эти и рядом не стояли с тем, к чему мы привыкли Скажем, Королева Медуза может вломить негодяю своими волосами И все Обалдеть, какое интересное умение Ну а если упомянуть, что ее к середине фильма волос лишают То смотреть становится совсем не на что Начальник ее охраны, Гаргон, обладает копытами на ногах И может ими создать что-то вроде сотрясения Или ударной волны Не сильно впечатляет Кристал, младшая сестра Королевы Вроде бы контролирует элементы Однако нам продемонстрировали что-то вот наподобие этого Азиат Карнак Стоит в мире нелюдей аж на третьем месте по силе Его суперспособность в том, что он видит все уязвимые места во всех и вся И просчитывает все возможности наперед Что не мешает ему вполне удачно навернуться со скалы И приложиться черепом так, что пока все остальные где-то чепушатся И попадают в передряги Все это время он валяется в отключке Единственную впечатляющую вещь относительно делает сам Король Но ее тоже запалили в трейлере Короче, вы поняли Любоваться в картине, снятой по комиксу, комиксовыми вещами особо не выходит Остается только надеяться, что все самое вкусное Просто оставили на следующие шесть эпизодов А всего их запланировано восемь Поэтому плавно переходим к сюжету Вся фабула устроится на противостоянии короля и его младшего брата Максимуса Который спит и видит, как бы занять место, соответственно, короля Все перелопатить, устроить революцию и, в общем-то, завоевать землю Ну что говорить о сюжете, в котором королю обо всем этом прекрасно известно О том, что братцу нужна его власть О том, что он собирается полностью перевернуть все, что есть Устроить революцию, но тем не менее Вместо того, чтобы его убить или хотя бы сослать куда подальше Его оставляют при себе и даже делают советником Королю в лицо говорят об опасности его брата Тот даже пристает к его жене, но ничего не меняется В общем, завязка как-то не впечатлила Многовато вне альтруизма В дальнейшем герой вынужден бежать на землю И на этом все прорывается Я просто не понял, для чего это было снимать и показывать Единственный светлый момент фильма – это черный гром Дело в том, что он из-за своей силы не может говорить И от этого общается с жестами, а эмоции выражает лицом И если раньше Эмилия Кларк была главной по бровям в Голливуде За ней активно подтягивается Карри Делевинь, а уж потом мужская часть, Джейк Джилленхол То теперь первое место и мой приз зрительских симпатий уходит Энсону Маунту Что он вытворяет своими бровями – это надо видеть По-моему, он даже их кольцом свить может, а если надо – одну и другую почесать А его бессловесная игра прекрасна Одним взглядом выразить гамму чувств и дать понять, что он думает, может не каждый Короче, крайне обаятельный персонаж, несмотря на свой запредельный альтруизм В общем, странно получилось Не думал, что когда-либо скажу это Но на данный момент, из двух сериалов, одновременно запущенных на наши экраны Если уж на что идти смотреть, так это на нашего Гоголя Там хотя бы история интересная, детектив присутствует Возможно, возможно, комиксоделы еще и справятся Наверняка у них есть пара тузов в рукаве Но на данный момент смотреть на это нет никакого интереса Скучно На этом все, это был Майкл, скоро увидимся Его намерения тебе неведомы Как бы то ни было, он опасен Марвел представляет Сверхлюди Редактор субтитров А.Семкин